Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яна Баймбетова и в начале выпуска коротко о его главных темах. Пообщался с курильчанами и проинспектировал социальные объекты на островах. Губернатор Валерий Лимаренко посетил и Туруп. О подробностях поездки расскажу я, Владимир Ильин, через несколько минут. 37 наград от регионального правительства лучшим педагогам островов. В областном центре народного творчества торжественно наградили учителей. Как поздравляли людей с благородной профессией, расскажу вам я, Яков Морозов. В Чехов-центре продолжаются экскурсии для школьников в рамках развития детского социального туризма. Цель – познакомить ребят с разными профессиями. Чем удивило закулисье детей, расскажу я, Эльвира Хан, буквально через несколько минут. Валерий Лимаренко предложил увеличивать количество рейсов на Курилы по мере необходимости. Об этом глава региона сообщил во время встречи с местными жителями. Также в ходе рабочей поездки на острова губернатор обсудил с населением развитие здравоохранения, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер. Подробности в следующем сюжете. Пожалуй, одной из самых волнующих тем для курильчан стала транспортная доступность. В первую очередь это касается авиасообщения. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за вашу обратную связь и сказать вам спасибо за то, что вы к нам прилетаете и мы имеем возможность с вами общаться. У меня такой вопрос. Будут ли продолжать на следующий год вводиться дополнительные авиарейсы и возможно ли, чтобы они были хотя бы на один месяц пораньше, потому что их вводят где-то в мае месяце. В самолетах будет летать столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить потребность местных жителей, ну и, как говорится, добавляемых, и туристов. Давайте будем так. Лист ожидания для нас будет, значит, это, ну вот, маяк, на который мы будем ориентироваться. Поэтому у кого есть проблема улететь, в лист ожидания. Если я увижу в лист ожидания не удовлетворять людей, я буду ставить дополнительный рейс. Ещё одной темой стало состояние дороги между Курильском и Буревестником. Из-за повреждений большегрузами проехать по ней непросто даже на внедорожнике. Сейчас идёт реконструкция участка длиной 8 километров. Она завершится в 2024 году. Есть проекты остальных отрезков, которые определяет сам муниципалитет. Глава региона акцентирует – до завершения полномасштабного ремонта дорогу необходимо содержать в проезжем состоянии. Минтрансу поставлена задача решить вопросы с обеспечением местного подрядчика необходимыми материалами. Обсудили на встрече ещё одну немаловажную для островитян тему – развитие здравоохранения. Для привлечения специалистов в районе действуют десятки мер поддержки. Одна из них – предоставление муниципального жилья или компенсация аренды квартиры. Медработники смогли подать заявку на льготы в ускоренном режиме здесь же, во время встречи. Квартиры нам будут выдавать? Да. Квартиры мы сейчас обеспечиваем вместе с муниципалитетом. Просто выдавать нет. Но служебное жильё, что не имеющиеся возможности. У нас сколько квартир мы получили в этом году? В этом году мы пять квартир получили. И вот шестую дали на днях. Естественно, мы будем продолжать эту программу. Мэр активно у нас очень помогает, поэтому мы будем делать и обеспечивать жильё всех наших медицинских работников. Важность таких встреч – возможности обратиться к руководителям профильных министерств напрямую. По большинству вопросов решения были приняты на месте, остальные взяты в работу. Владимир Ильин, телекомпания ОТВ Ремонт на участке трассы Лиственничная-Охотская протяжённостью пять километров выходит на финишную прямую. Здесь был заменён асфальт, возведены шесть остановочных павильонов, отремонтированы водопропускные трубы, установлено освещение. Специалисты проверили качество работ и готовность дороги к эксплуатации. 15 ноября ожидается полное завершение. Мы в ноябре текущего года получим объект, обустроенный в соответствии с действующими нормами, действующими современными нормами по безопасности дорожного движения, по доступности для маломобильных групп населения, ну и в целом участок комфортный для проезда транспортных средств и движения пешеходов. Хочется отметить, что по качеству выполненных работ дороги сделаны достойно, то есть предусмотрены пешеходные тротуары, то, чего раньше здесь, собственно, и не было, в принципе. Ну и дорогу расширили. Будем надеяться, что в таком же формате дорогу доделают до самого конца, то есть до села Охотского. Работы на трассе в сторону Охотского продолжаются. Общая протяжённость отремонтированного участка составит 24 километра. Их сдадут в конце года. Масштабная стройка автобусного парка в Южно-Схолинске выходит на финишную прямую. Процесс возведения нового объекта проходит с соблюдением всех нормативов и требований. На стройплощадке идёт прокладка инженерных коммуникаций, монтаж газовой котельной и металлоконструкций для автомойки. В планах обустроить подъездные пути во избежание пробок. Все подробности далее в сюжете. Работа на стройплощадке не прекращается ни на минуту. Подрядчик уже подготовил всё необходимое для возведения не только основного, но и вспомогательных объектов. Среди них большое количество бытовых помещений. Сотрудникам автобусного парка здесь будет комфортно. Для них предусмотрели столовые, комнаты отдыха и душевые. Стройплощадку посетил мэр Южно-Сахалинска Сергей Нацадин. Обсудили вопросы заправки газом, соответственно, наших современных автобусов. И этот процесс, в принципе, организован. В рамках контракта поставляется мобильный газозаправщик. Плюс есть компания, которая предлагает свой сервис. Плюс также в будущем планируется строительство заправочной национальной станции. На сегодняшний день строители работают с опережением графика. Возводят объект, учитывая опыт других городов страны, где такие автопарки уже есть. Производится монтаж котельной, модульной. Она будет работать на газу. Производится монтаж металлоконструкции и фундаментов на здании мойки транспортной компании. Также производятся отделочные работы в здании административно-бытового корпуса. Обсудили и вопрос об устройстве подъездных путей к новому автобусному парку. Такая мера необходима из-за большой нагрузки основной дороги зимой. В это время года по трассе активно начнут передвигаться большегрузы, перевозящие снег, на южный полигон. Областные депутаты увидели необходимость в строительстве альтернативной дороги и пообещали вынести вопрос финансирования на обсуждение. Объект для нас очень важен, потому что пассажиры, перемещение наших граждан должно быть стабильным и нормальным. Не было давок на остановках и так далее. И всё было своевременно. В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области прошел брифинг для представителей СНТ. В его рамках обсудили опасный осенне-зимний период. Каждый год с наступлением холодов отмечается увеличение числа возгораний. Традиционно основная доля пожаров приходится на жилой сектор. «Чувствуется, что становится лучше. Если в прошлом году такие пожары были в этом, на 10, даже если меньше, это большая заслуга. Вот этих оповещаний, вот этих прифингов. И самое главное, что о народе думают». До председателей товарищей была доведена информация о необходимости пользования жильцами автономных дымовых пожарных извещателей в обязательном случае. Которые в случае появления продуктов горения после возникновения пожара дадут своевременно сигнал о том, что это произошло. Всего в брифинге приняли участие более 20 представителей СНТ Южно-Сахалинска. Они смогли задать и получить ответы на волнующие их вопросы. Спикеры также напомнили правила пожарной безопасности. На сегодняшний день опасность возгораний сохраняется. Островную столицу посетили ребята из Александровско-Сахалинского. Школьников познакомили с различными профессиями. Отправной точкой в их путешествии стал Чехов-центр. Здесь юные островитяне узнали о людях, которые не выходят на сцену, но тем не менее, благодаря им рождается спектакль. В театральном закулисе побывала и моя коллега Эльвира Хан. Весь мир театра, а люди в нем актеры. Ребятам показали жизнь, которая кипит за кулисами Чехов-центра. Им рассказали, кто и чем занят во время подготовки постановок. Цель экскурсии – донести все тонкости работы не только артистов, но и людей других профессий, которые связаны с театральной деятельностью. Мне достаточно понравилось. Тут очень все прикольно, весело. Я бы даже, возможно, хотела бы сюда, работу бы пойти сюда. Мне все очень достаточно понравилось. Я бы, наверное, гримером. Мне нравится больше что-то делать на лице, рисовать все. 48 ребят приехали, чтобы познакомиться с жизнью островной столицы. В рамках программы развития детского социального туризма и профориентации. Ребят водили на различные предприятия, чтобы помочь им определиться в выборе жизненного пути. Я считаю, что экскурсии нужны, потому что видно результат и видно, как дети в это вовлечены и как им интересно. Потому что мы проводим экскурсии, когда дети все, их там 30-25 человек, они делают «Вау!» И ты делаешь с ними вот так «Вау!». Как-то 7-летний мальчик подошел ко мне и сказал, у меня нет образования, но я уже артист. И куда мне подходить, чтобы устроиться у вас? На различных предприятиях и в учреждениях Южно-Сахалинска с начала текущего года уже побывали более 25 тысяч школьников из разных муниципалитетов. Обзорные экскурсии проводили не только в маленьких частных компаниях, но и в таких гигантах островной экономики, как Восточно-Горнорудная компания и авиакомпания «Аврора». Цель проекта, чтобы дети узнавали свой регион через предприятия с самого раннего возраста, уже ориентировались, куда им идти, выбирать какой путь. И, конечно же, оставались на наших прекрасных островах развивать, жить острова. И вот этот вот сезон наших осенних детских социальных экскурсий мы, конечно же, направили на профориентацию и промышленный туризм. «Развитие детского социального туризма будет продолжаться и перерастать новыми компаниями-участниками, чтобы представить ребятам весь спектр областного рынка труда в полном объеме». Эльвира Хан, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Поздравили с профессиональным праздником. Торжественный прием в честь Дня учителя состоялся в областном центре народного творчества. 37 наград от регионального правительства получили лучшие педагоги среднего и дополнительного образования из разных муниципалитетов. Губернатор Валерий Лемаренко поблагодарил представителей отрасли и вручил почетные грамоты. На месте побывал мой коллега Яков Морозов. В этом красивом зале сегодня лучшие педагоги области. Прибыли получить поздравления и заслуженные награды. Торжественное мероприятие по традиции открыл губернатор Сахалинской области Валерий Лемаренко. Учитель – это человек, который передает душу, передает свою культуру. А культура, о которой мы с вами говорим, это передается из глубины веков. И мы с вами являемся носителями этой культуры. В числе гостей не только учителя средних учебных заведений, но и воспитатели детских садов, а также педагоги дополнительного образования. Вообще я музыкальный руководитель и для меня музыкальное воспитание самое главное. То есть воспитать не музыканта, а человека. Я вижу в каждом своем маленьком воспитаннике, конечно же, в первую очередь человека. Ну и талантливую будущую звезду. Учитель закладывает в ученика бесценные знания, помогает ему найти морально-нравственные ориентиры. За 43 года преподавательского стажа Галина Диченко имеет не одну награду. Опытный педагог знает, как заинтересовать ребенка и что необходимо сделать, чтобы дети полюбили твой предмет. Если в выпуске есть один-два человека, которые тебе благодарны, это значит, ты их замотивировал. Потому что не каждому нужен твой предмет, это первое. Во-вторых, есть родители, которые говорят, походи, тройки нам хватит. Поэтому любишь свой предмет, любишь детей, полюбит. Сначала заставь полюбить себя, потом полюбит твой предмет. Награждение лучших учителей области сопровождалось концертными номерами от творческих коллективов Южно-Сахалинска. Яков Морозов, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Сегодня в регионе создаются необходимые условия, чтобы педагоги Сахалина и Курил могли успешно реализовать свои профессионализм и таланты. Строятся новые школы, кабинеты оснащают современным оборудованием. Развита на островах и кадровая политика. Подробнее об этом нам рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Запись беседы смотрите в рубрике «Гость студии». Анастасия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, наша редакция поздравляет вас с профессиональным праздником, так как вы тоже являетесь учителем-предметником. Ваши дисциплины – химия и биология. Есть ли у вас какая-то личная традиция, связанная с этим днем? Конечно. Я являюсь представителем педагогической династии. Моя мама тоже учитель биологии и химии, поэтому свое утро 5 октября я каждый год начинаю с поздравления моей мамы с профессиональным праздником. Не тянет обратно в класс? К детям, к доске? У меня замечательная профессия, у меня замечательная работа, которая позволяет проводить уроки в классе даже в должности министра. Я провожу уроки разговора о важном, встречаюсь с теми, кто является учениками наших психолого-педагогических классов. Поэтому считаю, что я не совсем ушла из профессии. Поговорим о статистике. Сколько работающих учителей в нашем регионе? И ведет ли региональное министерство образования работу по привлечению молодежи в профессию? В Сахалинской области более 6,5 тысяч учителей, которые работают в школах не только как учителя-предметники, но и советники по воспитательной работе, учителя-логопеды, учителя-педагоги-организаторы, педагоги-библиотекари. Безусловно, мы принимаем меры для того, чтобы привлекать в свою профессию педагогов. Но если не говорить о материальных мерах, которые действительно есть, мне бы хотелось отметить работу, которую мы ведем по самовозобновлению в отрасли новых кадров. Это работа по открытию психолого-педагогических классов. В настоящий момент в области 31 психолого-педагогический класс. А ребята, которые идут в 10-м, в 11-м классе, в данные классы, на предпрофессиональном уровне изучают предметы, спецкурсы, имеют небольшую педагогическую практику. И мы верим, что данные ребята будут осмысленно выбирать профессию педагога и поступать на педагогические специальности. Также мы совместно с Сахалинским государственным университетом ведем работу кропотливую по студентам, которые работают на педагогических специальностях, для того, чтобы они возвращались в отрасли. В течение двух лет мы принимали участие в президентской программе «Земский учитель». И более 60 педагогов были привлечены из других регионов в сельские школы Сахалинской области. Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным, стал годом открытий. Новых учреждений, талантов, специальностей. Что мы можем сказать о нашей области? Да, действительно. Во-первых, мы наметили себе цель увековечить именно тех учителей и наставников, которые сыграли значимую роль в становлении отрасли образования в Сахалинской области. Открыта доска педагогу в Александровске-Сахалинском, которая была директором школы, а затем первым руководителем Объединенного департамента просвещения в Сахалинской области. Мы открыли мемориальную доску бывшему директору департамента образования, спорта, молодежной политики Евгению Михайловичу Фридману, техникуми сервиса, в котором он был долгое время руководителем. Мы приняли задачу по тому, чтобы популяризировать нашу профессию. Проводим очень большое количество мероприятий, а для того, чтобы не только сами учителя почувствовали свою значимость профессии в обществе, но и родители, наши социальные партнеры, дети почувствовали, что этот год особенный. День учителя в этом году совпал с мероприятиями Большой учительской недели. Она проходит со 2 по 8 октября по всей стране. Что особенного у нас запланировано? Ярким мероприятием стало событие посвящения учеников психолого-педагогические классы. Классная встреча с Николаем Александровичем Литвиновым, преподавателем, педагогом, психологом Института развития образования Сахалинской области с ребятами-активистами Движения Первых. Движение Первых провели форум среднего профессионального образования. На котором советники по воспитательной работе, которые в этом году вошли не только в стены школ, но и в учреждения среднего профессионального образования, обсудили актуальные тренды. В воскресенье предстоит встреча педагогов дополнительного образования, которые в импровизированной интеллектуальной игре смогут определенным образом соревноваться. Ваши пожелания коллегам в этот праздничный день. Безусловно, сегодня все внимание будет направлено на вас. Улыбки, объятия, теплые слова. Получите тот заряд энергии, который позволит вам достойно, ярко пройти этот учебный год к новым смершениям и тем целям, которые вы сами перед собой поставили. Анастасия Николаевна, спасибо, что пришли к нам в студию и удачи в таком важном деле. Спасибо. Раскрутить свой аккаунт и получить всеобщее признание. Сахалинка Ольга Стофеева, известная как Япона-мать, стала одной из победителей всероссийского проекта «Топ-блог». Женщина делится секретами и лайфхаками приготовления различных блюд с более чем 13 тысячами подписчиков. О секрете успеха блогера расскажу я, Олеся Львова, через несколько минут. Показали силу и выносливость. Сотни юных и взрослых островитян поучаствовали в гонках с препятствиями. Шайбу команда «Кристалл» продолжает держать марку на юношеском первенстве Дальнего Востока по хоккею. Не обошлось без нокаутов. На Сахалине состоялся Кубок области по рукопашному бою. Смотрите нас через пару минут. Углубленный медицинский осмотр для пациентов 65+. Десятки тысяч островитян ежегодно имеют возможность проверить здоровье на самом современном оборудовании. Центры современной диагностики открыты в самых разных уголках островной области. Лабораторные анализы, аппаратная диагностика, эндоскопические методы исследования. Для каждого пациента составляется индивидуальный маршрут здоровья. Записаться на обследование можно у врача в поликлинике по месту жительства. А также помогут с доставкой из удаленного населенного пункта. Прокуратура разъясняет безопасность детей, ответственность и забота взрослых. Законодательством установлены требования к безопасности детских площадок и иного оборудования для детей. Оборудование и покрытие детских игровых площадок должны соответствовать возрасту детей, не иметь видимых или скрытых дефектов, не создавать угрозы их жизни и здоровью, а также соответствовать иным установленным требованиям. Если площадка находится на придомовой территории, то ее содержание – забота управляющей компании или товарищества собственников жилья. В случае, если площадка не отвечает установленным стандартам, необходимо сообщить в управляющую организацию органы местного самоуправления, а при их бездействии – в органы прокуратуры. В Южно-Сахалинске продолжаются юбилейные торжества в честь 30-летия образования Южно-Сахалинской Курильской епархии. В числе мероприятий – цикл просветительских лекций. Известный богослов Геннадий Фаст рассказал старшеклассникам и учителям о роли Библии в современном мире. Теперь у меня есть, что детям на уроках пояснить и рассказать более подробно. Человек – существо материальное только лишь с одной стороны, но еще и существо духовное, и поэтому необходимо духовное нравственное просвещение, проповедь Евангелия. Самым главным событием станет торжественное богослужение, которое пройдет 6 октября в Кафедральном соборе Рождества Христова. На праздник приглашены главы островной епархии прежних лет. В музее «Россия. Моя история» зрителей будет ждать фотовыставка. Вечером в киноконцертном комплексе «Октябрь» состоится концерт духовной музыки. Не просто развлечение, а семейное дело. Сахалинский блогер Ольга Стофеева, которую в социальных сетях знают как «Япона-мать», стала одной из победителей всероссийского проекта «Топ-блог». Женщина снимает супруга японца во время приготовления блюд. Кулинарные видео уже несколько лет набирают популярность не только среди островецян, но и жителей других регионов. А в этом году аккаунт покорил жюри конкурса. С финалисткой пообщалась моя коллега Олеся Львова. Век высоких технологий и всемирной паутины. Люди все чаще приходят в онлайн-формат. Показывают свои таланты, набирают популярность и даже зарабатывают на контенте. Раскрутить свой аккаунт – дело непростое, но оно удалось Сахалинке Ольге Стофеевой, которая стала победителем всероссийского проекта «Топ-блог». Секрет ее успеха – любовь и семейная идиллия. Идея блога появилась спонтанно. Ольга решила показывать, как живется японцу в России. Постепенные истории о быте перешли в кулинарные видеорецепты. Так как мой муж – он шеф-повар, он известный шеф-повар в Южно-Сахалинске, и кулинария – это не просто его работа, а призвание, хобби. И он готовит не только на работе, но и дома. Так как он готовит аутентичную домашнюю японскую кухню дома, мне очень хочется, чтобы люди узнали об этом и могли приготовить это тоже у себя дома. За готовку отвечает Мана Нисан. А все технические и организационные вопросы взяла на себя япона мать. Именно так Ольгу знают подписчики. Зачастую видеорецепты снимают из-под ножа. Я хочу готовить, как я хочу. Ну, да. Поэтому, да, такое-такое, что-то много. Думаю, думаю, думаю. Она спрашивает. Остановить. Фото надо терять. Еще раз, еще раз налить. Так, так, так. Мое время сейчас. И я хочу делать, как я хочу. Раскрутить аккаунт было непросто. Однако, когда одна из соцсетей стала запрещена в стране, семья перешла на российскую платформу. И за полтора года блогеры вернули больше 13 тысяч друзей. Подавала Ольга заявку на участие в проекте ТОП-блог и в прошлом году. Но дальше финала не прошла. В этом же удача оказалась на стороне японой матери. В наше время благосфера, социальные сети, такая мощная медиа-среда, в которой человек может себя действительно полностью реализовать совершенно в любом качестве. Определяли победители в формате онлайн на президентской площадке «Россия – страна возможностей», которая является частью национального проекта образования. Из 102 финалистов выбрали только 21 победителя. Олеся Львова, Константин Кендюк, телекомпания ОТВ. Новый выпуск газеты «Губернские ведомости» посвящен Всероссийскому празднику «День учителя». История о том, кто и как пришел в профессию, педагогические династии, отзывы учеников о любимых преподавателях – все это можно прочитать в материалах корреспондентов. А еще журналисты расскажут о мерах государственной поддержки работникам образования. Конечно же, тема номера – это «День учителя». У нас этой теме посвящен целый разворот. Рассказываем о том, как живут учителя и работают в Южно-Сахалинске, и также на селе. Авторская колонка также затрагивает эту тему, тему учительства. И есть полосной материал, посвященный проекту «500 школьников», который недавно стартовал в регионе. В рубрике «Социум» подготовили подробные карточки о том, какие дороги будут отремонтированы до 2025 года. А в материале «Мир художника» Колупаева можно поближе познакомиться с мастером перформансов, полотна которого стали визитной карточкой Восточного экономического форума. Свежий номер уже в продаже. На территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» имени почетного мастера спорта СССР Василия Комышева прошли две осенние гонки с препятствиями «Прейт-рейс». Перебирались на стенки, проползали под сеткой, показали силу и выносливость. Около 400 островитян в возрасте от 3 лет и старше. С этими и другими новостями спорта вас познакомит наш корреспондент Игорь Антипов. На закрытии традиционных гонок с препятствиями «Прейт-рейс» собрались сотни ценителей «Экстрима». Участники в возрасте от 6 до 14 лет проходят дистанцию 1500 метров. На трассе для них расставили 15 преград. Для тех, кому от 18 и старше и вовсе нужно пройти 5 километров. И заданий в разы больше. Карабкаются, ползают, выпутываются с достоинством из разных передряг. Соревнования проходят в формате чемпионат и массовый старт «Оупен». Не подводит и подрастающая смена рейсеров. Только в их состязания вмешивается капризная погода. Маршрут длиной 500 метров они проходят под надзором мам, пап, бабушек и дедушек. Все тяготы семейной жизни они преодолевают стойко и дружно. Общими усилиями старания вознаграждаются ценными призами, медалями и кубками. Хоккейная команда областной спортшколы «Кристалл» продолжает борьбу за призовые места на регулярном первенстве Дальнего Востока среди юношей 16-17 лет. Накануне земляки принимали на своем льду дружину из Хабаровска «Амур». В первом матче хабаровчане обыгрывают нас минимально. И то в серии буллитов 4-3. В ответной встрече преимущество оказывается за сахалинцами 2-1. Уже 9-10 октября «Кристалловцы» дома скрестят клюшки с адмиралом из Владивостока. Около 200 спортсменов Южно-Сахалинска – Анивы, Холмска, Долинска, Ильинского и Александровска-Сахалинского обмениваются ударами на региональном кубке по рукопашному бою в честь освободителей Южного Сахалина от японских милитаристов. Поединки достаточно зрелищные, не обходятся и без нокаутов. Уже в будущем году турниру хотят придать всероссийский статус. А так из Китая в аэропорту столицы области встречают горячо юных футболистов спортшколы «Сахалин». 13-летние воспитанники тренера Антона Бучинского выиграли международные соревнования. Все встречи против сверстников из разных городов и провинций КНР в их пользу. Артем Аюгов и Альберт Огонян признаны лучшими игроками. Игорь Антипов, телекомпания ОТВА. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем ютуб-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сахалин» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи. Уголовный кодекс Российской Федерации. Сахалинская область каждый год проходит масштабный ремонт общественных пространств. В 2022 году было отремонтировано 1192 двора. В 2023 году в порядок приведут не менее 1200 дворов. Только в Южно-Сахалинске планируется текущий ремонт 600 дворов, что в полтора раза больше прошлого года. В 2022 году проведен ремонт более 740 подъездов и 340 входных групп. Таких объемов на Сахалине и Курилах не делали никогда. На 2023 год запланированы рекордные цифры – 4000 подъездов и 301 входная группа. За два года планируется отремонтировать все подъезды, которые требуют внимания. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лемаренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова